И меньше Нового Завета в 1,106 раза. В 1,106. Вот для чего, чтобы ты знал, когда они говорят много считать. И меньше Нового Завета... Да. Да, еще повтори, вот меньше Нового Завета. Меньше Нового Завета в 1,106 раза. Абсолютная точность. Дальше. Звучание Нового Завета в записи, в записи, вот я говорю и считаю, 18 часов в записи, в аудио. 18 часов, 21 минута, 19 секунд. Тире 755 мегабайт. Записал? 775. 755. 755 мегабайт. Соответственно, Коран, чтобы так же считать медленно, 16,47 часов. 16,47. И часов, чтобы прочитать, столько надо, 16, ну, за 2 дня, за 3 дня прочитают. И 679 мегабайт. Это мои наработки. Ну, это такие данные... Данные... Это тебе, они в шок приходят. Дальше. Во всей Библии восклицательных знаков. Запиши, сколько. Во всей Библии восклицательных знаков 2170. Восклицательных знаков. Во 2170. Да. А в Коране 3316. 3316. Теперь, вопросительных знаков в Библии. Во всей Библии полной. Полной, значит, с неканоническими 11. Да. Вопросительных. 33162. 33162. А в Коране 874. Это мои наработки. Я долго работал над этим. Дальше. А в Коране 874. Дальше. В Коране слово Аллах встречается. Встречается 2799 раз. 2790. Евангелие. Да. 2799 раз. Слово Евангелие 12 раз. В Коране. В Коране. Какое слово? Это в Коране. В Коране. Евангелие 12 раз. В 2000. Нет. А. Подожди. Слово Аллах встречается 2799. Да. А слово Евангелие 12 раз. У них в Коране слово Евангелие повторяется. И жил. Слово Господь. У них встречается 954 раза. 954. Бог. 42. Милость. Милость. 240. Милосердие. Милосердие. 228. Книга. Слово книга. У них в Коране 115 раз встречается это слово. Книга. 115. А слово христиане. Слово христиане. В Коране 15 раз. А в Библии слово христианин встречается 3 раза. У них в 5 раз больше слово христианин встречается, чем у нас. 15 раз. А у нас 3 раза. Дальше. Слово многобожники. Многобожники. 43 раза. Многобожники. 43. Сотоварищи. Сотоварищи. 91. 91. Вот когда вы с ними будете говорить и где-то употребите это, это сразу вызовете доверие. Слово сотоварищи 91 раз. А Коран 68. А вот теперь сравнение с Новым Заветом. Смотри. Да. Для сравнения. В Коране имя Ибрахим. Это Авраам. Ибрахим. Это Авраам. Встречается 70 раз. А Авраам в Новом Завете 71 раз. А в Ветхом 168 раз. ИСА. Три буквы. И, С, А. ИСА. Это Иисус. В Коране встречается 107 раз. ИСА. А Иисус в Новом Завете 983 раза. Слово ИСХАК. Это ИСААК. Встречается в Коране 17 раз. ИСХАК. 17. А в Библии ИСААК встречается 135. С неканоническими. 135. 100, да. 135. А слово ЯКОБ. ЯКОБ. Это ИАКОВ. ЯКОБ. В Коране 16 раз. А в Библии ИАКОВ. 433 раза. Имя МОИСА. МОИСЕЙ. В Коране 136 раз. МОИСА. А МОИСЕЙ. В Библии. 825. Но тут еще интересное. Слово МОРИЯ. Это МОРИЯ. В Коране 34 раза. МОРИЯ. МОРИЯ. А МОРИЯ в Новом Завете тоже 34. Слово ИСРАИЛ. Это ИЗРАИЛЬ. В Коране 43 раза. ИСРАИЛ. А Слово ИСРАИЛЬ в Библии 2567. А для чего это тебе нужно? А вот для чего. Слушай внимательно. Да, да, да. Эти цифры даю не просто для интереса. Дело в том, что автор Корана, кто писал Коран, столько раз мог обратиться к первоисточнику, чтобы точно до Буху передать, переписать в Коран все, что он выбрал из Библии. Об Аврааме, Исааке, Якове, Израиле, Моисея, Марии, Иисусе, Давиде, Соломоне. А в Соломоне 9 раз так. Вот. Эти имена встречаются в Библии в совокупности 5216 раз. Запиши. Вот эти имена, которые указаны. Ну, еще там Давид, Соломон. Это 9 раз. В Библии встречаются 5216 раз. То есть, автор Корана имел возможность 5216 раз обратиться к первоисточнику, чтобы труд его был неукоризненным, и чтобы потом не обвинять подлинных, что он где не верен. Вы переписывали Библию, изменяли. У них слово «нуха» – это «ной» встречается 45 раз. В Коране. А дальше напиши. Псалом 18, 11. Слова Божьи. Возделение золота и золота чистого. Слаще меда капель соты. Псалом 18, 11. И Псалом 137, 2. 137-й Псалом, второй стих. «Поклоняюсь перед Святым Храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени». Вот сколько раз упомянуты в Коране библейские персонажи, указанные это выше, причислял я, они минимум столько совершенных ошибок по отношению событий, связанных с этими личностями по Святой Библии. То есть 423 раза. Исказили. Они не сверялись в Библии. Почему? А я объясню дальше. Это я говорю только о том, что перефразируют библейские тексты. Мне, как христианину, это совершенно нет дела до повести буддистов и язычников. Но в Коране описывается как бы библейские события. Если протопопа вакуум готов был уметь и за один а, за одну букву-то. То есть, но при том даже не в Библии, как мы должны тогда радоваться за сохранение чистоты и неповрежденности Библии. Вот. Если мусульмане нам докажут, что упоминаемые герои веры не и наши, не из Библии узнали, а совсем другие, тогда вопрос снятый. Но если речь идет о Коране, именно о детях Бога Иеговы, то мы при всем желании не можем не только согласиться с написанным в Коране, но должны опровергнуть уже не иудейские, а арабские басти и их мифологию. Вот так. Матфея 5.18. Запиши теперь. Они говорят, Библию вы меняли, переписывали. Они не знают, что переписывали, напротив каждой строчки. Евреи ставили количество цифр, букв, сколько. А то обвиняют евреев, что они перепортили там, где, ну, масорецкий текст. Матфея 5.18. Дальше. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. Это нас удерживает. 36. 5.16. Да. 5.18. Матфея. Матфея 5.18. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. И откровение 21.8. Участь лжецов в озере Огненном. И поэтому мы спросим мусульман, любят ли они Иисуса как Бога, как искупителя, а не выдуманного Иисусу пророка. Потому что в Библии нет такого пророка. Ну, Иисус новин, так они и говорят, нет. Учат ли так, как учили святые апостолы Христовы? Нет. Если считает Коран глубоко верующий христианин и держит в памяти Библию, то у него появляется великая скорбь о стольких душах, введенных в заблуждение, не познавших Христа Бога, не имеющих Библии источником света, светильником на пути, к которому они не обращаются, погибая во тьме. 2 Петра 1.19.21. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Прочитаю. Все, отец, ухожу. Ну, благодарю. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.